СОВРЕМЕННЫЕ ПРОДУКТЫ Добавки впервые задумались еще в 80-е годы 20 века, когда ученые обнаружили некоторую закономерность. Женщинам с высоким показателем холестерина давали попробовать пальмовое масло. После тщательных исследований обнаружили, что уровень холестерина в крови повышался. Это увеличивало шансы на появление болезней сердечно-сосудистой системы. Чтобы исправить положение, кондитеры стали добавлять в продукты трансжиры. Это те самые жиры, но только получаемые естественным путем из молока и мяса животных. Однако диетологи отмечают, что искусственные трансжиры очень опасны для здоровья человека. Пальмовое масло само по себе на первичном этапе не вредно для организма. Вредно для организма именно обработанное пальмовое масло. А пальмовое масло до того, как его обработали, является хорошим источником витамина Е для нашего организма. Причем потребность в этом витамине Е у нас есть, и это хороший качественный источник. Но после того, как масло оказывается обработанным, именно то масло, которое мы получаем и которое используется в наших продуктах, оно является вредным. Почему? Потому что там убраны, в результате процесса профинирования убраны все полезные вещества из этого масла. И, соответственно, это масло уже не несет никакой пищевой ценности для нашего организма. Трансжиры – это самые вредные жиры, которые получаются из растительного масла с помощью гидрогенизации. То есть трансжиры – это те жиры, которые подвергнуты обработке процессу рафинирования. И именно поэтому эти жиры оказываются наиболее вредными для нашего организма. Эти жиры не усваиваются, они циркулируют в нашей крови. И, соответственно, создают множество факторов для запуска процесса воспаления и повреждения наших внутренних органов. Как оказалось, трансжиры также вредны для организма человека. После ряда исследований выяснилось, что их употребление может привести к проблеме, связанной с закупориванием артерий. Что увеличивает риск сердечного приступа или инсульта. Всемирная организация здравоохранения еще в 2018 году призвала к отказу от использования промышленно произведенных трансжиров к 2023 году. По данным Всемирной организации здравоохранения, на сегодняшний день 5 миллиардов человек не защищены от негативного воздействия продуктов, в которых содержатся такие пищевые добавки. Среди них замороженные обеды, мороженое, картошка фри, наггетсы, печенье, пончики, вафли, пирожные и многое другое. Их потребление приводит к развитию ишемической болезни сердца, с которой ежегодно связано до 500 тысяч преждевременных случаев смерти в мире. В России особое внимание уделяют этой проблеме. На законодательном уровне запрещено производство пищевой продукции и детского питания с трансжирами, а также запрещено использование искусственно созданных трансжиров. Трансжиры – это рафинированные растительные масла, они очень часто используются во всей рафинированной продукции, во всем фастфуде. Рафинированные масла, конкретно трансжиры, популярны в виде маргаринов и спредов, которые используются в кондитерских изделиях, в приготовлении слоеного теста. То есть, по сути, мы можем даже сказать так, что кондитерская продукция в большей части в наших магазинах состоит из трансжиров. Но и пальмовое масло – это тоже не исключение. Пальмовое масло также используется в кондитерской продукции. Вообще считают, что Россия – самый большой потребитель этого пальмового масла. На одного человека приходится 4,8 кг пальмового масла в год. То есть, мы, к сожалению, лидируем, скорее всего, по его использованию в своих рационах. Даже порой не задумываясь о том, что мы, если мы видим на этикетке растительные жиры, то это равно пальмовое масло. То есть, этот продукт сделан из растительного жира в виде пальмового масла. Диетологи сходятся во мнении, что необходимо сокращать потребление искусственных трансжиров. Полностью отказаться от них не получится, поскольку они содержатся даже в грудном молоке и в обычном мясе. От использования пищевой добавки страны мира также пока не могут отказаться. Пальмовое масло же не содержит искусственных жиров. По словам экспертов, необходимо начать правильно работать с пальмовым маслом, чтобы получился качественный и безопасный продукт. Николай Осуховский, Тимур Ахметов, Елизавета Газизянова, Универ Новости.